Вы знаете, я не готовил какого-то специального выступления, хочу лишь поделиться, может быть, некими соображениями, имеющими отношение к нашей сегодняшней встрече, к вашей работе, которая будет в рамках и проводится уже в рамках круглых столов. Дело в том, что, к великому сожалению, в последние годы, ну, в начало 90-х годов, интерес, особенно интерес со стороны средств массовой информации, да и не только, к людям инженерной профессии, к людям науки, он был, ну, запредельно низким. И это плохо. Это плохо, потому что именно на этих людях, на их опыте, на их знаниях держится экономика стран и развивается экономика стран. Именно люди этой профессии часто являются таким мощным, связующим звеном в взаимоотношениях с другими государствами. И мы, конечно, были очень рады в нашем постоянном комитете, когда такая инициатива поступила от вузов Белоруссии и России о созыве такого форума. Это сегодня уже третий форум. И мы, как могли, этому помогали и будем помогать, естественно. И я думаю, что жизнеспособность этого форума как раз заключается в том, что он собирается не по указке сверху, а по инициативе тех, кто в этом кровно заинтересован. Мы же свою задачу видим в том, чтобы придать вот таким встречам, таким форумам, как угодно они будут называться, семинары, форумы, конференции, придать им системный характер, чтобы это было частью нашего межгосударственного, так сказать, взаимодействия. Поэтому я очень благодарен организаторам, инициаторам этого форума за эту инициативу, которая суперполезна. Вот какие в этой связи возникают мысли. Дело в том, что мы все время находимся в неком диалектическом процессе. С одной стороны, происходит система, в ней развивается то, что мы называем глобализацией, такой процесс глобализации, который предполагает взаимное дополнение друг друга. Это нечто более широкое, чем раньше называлось международным разделением труда. Глобализация – это нечто более широкое, особенно и более взаимопроникающее, особенно в связи с развитием средств массовой информации, интернета, да и просто потребности в общении друг с другом. Глобализация, она полезна, несомненно полезна в той части, особенно для научного мира, для людей творческих профессий, потому что развиваться эти люди и их идеи могут только базируясь на основе мировых достижений. Для этого надо их знать, для этого надо общаться со своими коллегами во всем мире.